Энергономика. С Константином Симоновым. Константин Васильевич, если позволите, то прежде чем я опять вас начну атаковать, вопрос от слушателя. И связан он с перспективами транзита наших углеводородов через Иран. Просят поподробнее рассказать, насколько вообще это осуществимо и, опять же, экономически целесообразно. Ну, действительно, мы сейчас оказываемся в стадии, когда старые для нас традиционные рынки сбыта для нас закрываются, и мы пытаемся найти альтернативные варианты. Здесь важно понимать, что мы обладаем востребованным товаром. И прошедший год это ярко показал. И это, кстати, к вопросу о нашей энергетической стратегии. Почему? Потому что в течение длительного времени в России уже идет такой интеллектуальный спор, который, может быть, в последний год был не столь интенсивным. На самом деле, вы, может быть, помните, что еще даже в 2020-2021 году были очень сильные позиции тех, кто считал, что углеводороды являются бессмысленным товаром, что к концу этого десятилетия никто на планете покупать углеводороды не будет. И нам нужно срочно прекращать производить нефть и газ и заняться производством зеленой энергетики, с которой, правда, непонятно вообще, что было делать. Но, тем не менее, такой тезис активно продвигался. Это к вопросу о том, что нам делать. Так вот, собственно, последний год показал, что мы по-прежнему, еще раз подчеркну, обладаем востребованными на мировых рынках товаром. И азиатские страны, в том числе и в 2022 году, четко совершенно показали, что они вот так упрямо, задрав штаны, бежать за Европейским Союзом в его энергетической доктрине. Потому что, на самом деле, вот то, что нам говорили в России относительно того, что у нас должна быть только зеленая энергия, ряд очень умных людей, собственно, это же была попытка тоже перенести европейскую стратегию нам. Отдельный вопрос, зачем нам брать европейскую стратегию? Мне это было понятно и в 2020 году, что европейская энергетическая стратегия в России не сработает. Но, видимо, для некоторых нужен был 2022 год, чтобы окончательно это осознать. Так вот, собственно, страны Азии не готовы так же радикально бороться с нефтью, газом и углем. Они по-прежнему считают, что главное это их экономическое развитие. И они не собираются приносить в жертву свой экономический рост ради тех целей климатической политики, которые озвучивает Европейский Союз. Тем более, что они не уверены, что именно антропогенный фактор является основой. Я так долго отвечаю на вопрос, который, казалось бы, не про это. На самом деле, именно про это почему? Потому что, если бы у нас не было понимания, что на азиатских рынках сохранится устойчивый высокий спрос на нефть и газ, то не было бы и таких проектов, как, скажем, включение Ирана в различные логистические варианты. То есть, на самом деле, мы пытаемся сейчас сформировать очень четко тот потенциальный пул стратегических покупателей российских углеводородов, с которыми мы встретим как минимум следующее десятилетие. И в этом плане, опять же, не было бы счастья, да несчастье помогло. Почему? Потому что, на самом деле, с европейского рынка нам все равно бы пришлось уходить. Я имею в виду, что прежние объемы поставок и нефти и газа сохранить там было бы невозможно, с учетом энергетической политики Европейского Союза. И в этом плане то, что Европа нас бесперемонно выгнала со своего рынка, это просто такое драматичное ускорение тех процессов, которые уже начались. Я уже говорил про то, что мы давно являемся крупнейшим поставщиком нефти в Китай, теперь стали крупнейшим поставщиком нефти в Индию. У нас реализован первый трубопроводный проект в тот же Китае. Мы в прошлом году порядка 16 миллиардов кубов поставили газа туда. Да, пока еще эти объемы не сопоставимы с европейскими, но разворот уже достаточно очевиден. Вот, собственно, появление Ирана в этих проектах как раз и связано с тем, что мы сейчас ищем новых и находим их новых клиентов. Где-то это сделать проще, например, в случае с морскими перевозками нефти. И мы каждую, ну сейчас фактически каждую неделю получаем данные о первых отгрузках и иногда даже первых в истории отгрузках нашей нефти в страны, на рынках которых мы вообще не присутствовали. Вот сейчас пошли новости о том, что мы начали продажи в Индонезию, в Ганну, в Шри-Ланку. Ну, Шри-Ланка, например, потребляла российские нефтепродукты, но в основном нефть шла в Индию, а они брали нефтепродукты. Сейчас начали брать напрямую первые партии нефти. Индонезия, страна, как вы знаете, с колоссальным населением, крайне перспективный рынок, тоже, опять же, с точки зрения логистики, мы там не присутствовали, сейчас присутствуем. И нам деваться некуда, и Индонезии это выгодно. Ну, собственно, очевидно совершенно, что Индонезия не откажется от углеводородов так же, как не сделает это ни Китай, ни Индия. Ну, собственно, вот рынками Индии, Пакистан, кстати, обсуждается, сейчас достаточно крупный контракт с Пакистаном относительно поставок нефти. Но, скажем, в случае с газом поставлять морским путем сложнее, потому что нужно строить СПГ-заводы, на производство СПГ наложены санкции, санкции очень тяжелые. Своей пока, своей технологии производства, крупнотоннажного производства СПГ отлажены у нас еще нет. Соответственно, тут есть сложности, поэтому мы думаем, как перенаправить трубопроводные поставки. Отсюда и возникают варианты самые разные. Они, может быть, даже на первый взгляд покажутся такими относительно фантастическими. Я сам, кстати, оценивал, вот, скажем, газопровод в Индию, а такие проекты были, и даже не мы их начинали. То есть первый проект, проект ТАПИ, так называемый, это был проект из Туркмении через, соответственно, Афганистан в Индию. И, казалось, Афганистан и Пакистан оказались геополитически такой сложноватый, безусловно, маршрут. Сейчас мы, собственно, предлагаем даже два варианта уже сейчас рассматриваться поставок на рынок Пакистана и Индии. И один, соответственно, тоже через Центральную Азию, Афганистан, Пакистан и далее в Индию. А второй вариант, который на этой неделе, и вот радиослушатели абсолютно справедливы за этот вопрос, потому что руководство Ирана стало опубличивать варианты, даже сделало предложение о так называемых своповых разменных поставках. То есть Иран предлагает следующую схему, поскольку у Ирана основные газовые месторождения находятся на юге, а на севере газа нет, а газ там нужен, соответственно, Иран предлагает схему, когда он бы забирал газ на севере, а, соответственно, эти объемы он мог бы поставлять на рынок Пакистана и Ирана. И здесь, с одной стороны, Иран выступает потенциально нашим конкурентом, потому что у Ирана тоже очень крупные запасы углеводородов по газу, например, BP в своем известном статистическом ежегоднике традиционно ставят Иран на второе место после России по обладанию газовыми запасами мировыми. То есть мы с Катаром, по большому счету, обладатели крупнейших на планете газовых запасов, и вроде бы в этом плане конкуренты, но сейчас ситуация такова, что мы, я думаю, должны, безусловно, рассматривать с Ираном кооперационные схемы. Мы с Ираном в одной лодке политически. 22-й год показал, что у нас с Ираном отношения налаживаются. Это там видно и по поставкам таких чувствительных товаров, которые очень много шума на Западе наделали. И в этом плане, я думаю, что это интересные схемы, которые сам Иран предлагает. И вот эти варианты, в том числе со слопом, когда наш газ приходит на север Ирана, а иранский газ идет в Индию. Потому что Индия потенциально очень крупный тоже рынок, и мы тоже думаем, как, соответственно, наши объемы газа туда предложить. Потому что с Китаем проще, мы граничим с Китаем. Но тут тоже, кстати, разная схема. Вот сейчас схема обсуждается с поставками через север Казахстана. Опять же, у Казахстана на севере нет собственного газа. Он хотел бы газифицировать эти территории. И поэтому предлагает нам вариант транзитного газопровода, который позволит газифицировать север Казахстана и вывести газ на рынок Китая. В чем мы тоже заинтересованы, потому что у нас есть Уренгойский узел. Поставки в Европу сейчас, как мы знаем, крайне невелики. И, собственно, мы тоже ищем способы монетизации наших больших газовых месторождений. И те варианты, которые еще раньше казались такими фантазийными, и сейчас, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но вполне могут очертания реальности обрести. Ну, вот, очень хорошо. Теперь, после того, что вы сказали, особенно легко перейти все-таки к вот этой концепции энергетической безопасности, потому что по-прежнему вы говорите о строительстве газопроводов. А, в общем, 22-й год показал, что они слишком зависят от политической конъюнктуры. Поменяется, не дай бог, правительство там в какой-нибудь стране, изменится ситуация, и газопровод сразу же перестает быть таким прекрасным. Если мы говорим тоже о том, с чем мы подходим, то возникает опасение, что мы все равно заложники подходов, которые сформировались начиная с 70-х годов еще прошлого века. Когда нет действительно своей технологии шельфовой добычи, когда нет по-прежнему технологии своей крупно-тоннажного СПГ, когда научные исследования даже в Сколково финансировала фирма «Шлюмберже», а вовсе не «Роснефть» или «Газпром». Я продолжу свой вопрос уже после короткой шестисекундной паузы. Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, с нами на связи. Константин Васильевич, и вот, ну, собственно, понятно же, к чему я веду. Что если действительно опять в качестве главного транспортного средства мы рассматриваем трубопровод, если по-прежнему мы не делаем акцент, я уж не говорю, там, на энергетическом переходе, а, кстати, Китай к 30-му году обещает электромобили и там зеленую энергетику, он от этой идеи не отказался, то не будем ли мы и в наших перспективных планах опять столь же зависимы, если не сделаем упор как раз на те разработки технологий, не знаю, какими силами финансовыми и интеллектуальными, которые позволят нам все-таки опередить немножечко время. И подобно тому, что делают и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии, когда нефтяные и газовые компании вкладываются в новые технологии без уже углеводородов. Ну, Владимир, во-первых, давайте начнем с того, что 22-й год показал, что от политики вы не застрахуете ничего. Ни трубы, ни перевозки морем, ни высокие технологии. Если будет желание вас выкинуть откуда-то, вас оттуда выкинут. Хотя, да, 22-й год тоже показал, что морские поставки действительно более гибкие, но еще, повторяю, полностью застраховаться от политического фактора вы не можете. И на самом деле вы не спешите хоронить схемы прошлого века и 70-х годов, потому что на них продержалось наше сотрудничество с Европой в течение более 50 лет. И на самом деле сотрудничество начиналось в период, когда Западная Европа и Советский Союз были очевидными политическими врагами. Нет, я же говорю о другом. Тогда я начинал с того, что трубы вместо нефти. То есть, опять, технологии оттуда, отсюда углеводорода. А технологии, собственно, вот передовые технологии, но это привычка получать технологии оттуда. Вот что меня тревожит. Ну, насчет технологии, кстати, я напомню, что трубу Уренбой-Памар и Ужгат мы строили в условиях рейгановских санкций, отказа американских компаний, там, Паттерпиллер и прочих партнерствовать с нами. Правда, все равно иностранные и трубоукладчики там применялись в технологии, здесь вы его правы. Но я все-таки вернусь к тому, что была серьезная взаимозависимость Советского Союза и Западной Европы, России и Западной Европы. И сейчас избавление от российского газа, мы с вами говорили о том, что, да, Европа не замерзла, но вообще-то происходит крайне болезненно. Вот я вам назову свежие цифры, которые фиксирует Евростат, Европейское статистическое агентство. Так вот, собственно, с августа по конец января потребление газа в Европейском Союзе упало на 19%. По сравнению со средними показателями за последние пять лет, соответственно, до 2022 года. Включая ковидные годы, тут тоже надо учитывать. Ну, тоже надо учитывать, но, тем не менее, 20% падения за вот этот период. Это колоссальный объем, причем, подчеркиваю, не российского газа, а газа вообще. То есть в этом плане Европа уверенно идет по пути деиндустриализации. И на самом деле в этом нет для европейцев ничего хорошего, как бы они что ни изображали. Теперь все-таки, понимаете, не надо спешить рисовать меня каким-то пещерным ящером, который живет старыми категориями. Вы знаете, что я к вам как раз отношусь как к самому здравому эксперту. Спасибо большое. Но, тем не менее, понятно, что такая вот картинка, что Симонов предлагает законсервироваться и жить старыми способами. Давайте просто будем реалистами. Я настаиваю на том, что те новые технологии, которые предлагаются, большинство из них для России абсолютно неприменимы по совершенно разным причинам. Это причины и географические. Мы слишком далеко от экватора, и в этом плане эффективность КПД использования солнечных батарей в России на порядок меньше, чем у стран, которые находятся ближе к экватору, просто по географическим причинам. Посмотрите на наш климат, ситуацию со стабильностью солнечного излучения, ветра и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, а самое главное, не забывайте о том, что, например, транспортировка газа по нелюбимым вами газопроводам обходится где-то в 7-8 раз дешевле, чем транспортировка электричества по проводам. Эта цифра, вот эта одна цифра, она просто убивает все варианты с производством зеленой энергии в России с целью ее экспорта куда-то. Стандин Васильевич, извините, вот не надо тоже обвинять меня, что я не люблю газопроводы. Но у меня все равно возникает вопрос, что когда мы думаем об использовании уренгойских месторождений, мы думаем, как через Казахстан прогнать этот газ, например, в Китай, что, конечно же, важно. Но при этом мы совершенно не думаем, как построить газопровод, например, в Красноярск. И чтобы этот город гадифицировать, один из многих сибирских городов, и отменить там режим черного неба. Я вот, когда я спрашиваю про будущее газовой, например, отрасли, я думаю, что, может быть, в этой самой концепции необходимо учесть еще и внутреннюю потребность, которая сегодня не решена. А не только думать о том, куда перенаправить экспортные потоки с запада на восток, на юг или куда-нибудь наискосок. Абсолютно правильно вы говорите. С этим никто и не спорит. Но давайте все-таки я скажу о том, что, поймите, есть вещи, которые реализовать экономически просто невозможно. Поэтому, когда мне говорят, что давайте мы возьмем в основу нашей энергостратегии до 50-го года европейский подход, и будем в России вместо углеводородов производить зеленую энергию и экспортировать ее в Европу или в Китай, я говорю о том, что экономически это абсурдно. Экономики у этих проектов нет и не будет. Согласен. Есть те аспекты, которые могут выстрелить. Ну, например, производство, скажем, так называемого голубого аммиака, из которого можно производить удобрение. Голубой, потому что есть возможность производить аммиак при помощи захоронения в земле парниковой эмиссии, и, соответственно, на климат тоже будет благоприятное влияние. В этом плане это аспект, на самом деле, зеленой энергетики. Вот это абсолютно реальная вещь, так же, как производство голубого водорода в ряде случаев. Это те вещи, которые я самым активным образом поддерживаю и призываю даже Россию активнее заняться производством аммиака и вывозу его, тем более, что технологически мы это можем сделать. Поэтому здесь вот те сегменты новой энергетики, которые нам предлагаются, которые имеют смысл, но, безусловно, должны отстаивать. И вот я активнейший сторонник того, чтобы мы производство того же голубого аммиака в России развивали. Тем более, сейчас отлично для этого возможности. Европейцы, скажем, сокращают производство своих удобрений. У нас есть прекрасные возможности и дешевое-дешевое сырье для его производства. Когда мы просто, понимаете, надо смотреть реально на вещи. Вот если есть у нас возможность. Я совершенно не против того, чтобы мы сделали свою технологию производства из кубе. Ну вот, понимаете, в ситуации, когда мы не совсем представляем, когда она появится, конечно, я задумываюсь о том, как монетизировать уренгойский узел. Давайте посмотрим просто на карту. Другим путем, как по газопроводу, вы газ уренгоя на внешние рынки просто не поставите. Понимаете, то есть сжижать его там бессмысленно и вместо него производить какую-то зеленую энергию – это просто идиотизм. Что касается вашего замечания насчета внутреннего рынка и кейса и примера с Красноярском. Вот вы зря говорите так, что мы не думаем. На самом деле думаем. И Красноярск – очень хороший пример. Давайте, раз уж вы его привели, несколько слов про него и скажем. Тезис о том… У нас 30 секунд осталось. Ах, извините. Ну тогда просто на самом деле один из проектов строительства газопровода с уренгоя в Китай проходит через территорию Красноярского края именно для того, чтобы газифицировать Красноярский край. То есть это часть этого плана. Один вариант… Давайте тогда на этой праздничной ноте… Другой вариант через Красноярск. Так что не волнуйтесь. На праздничной ноте и закончим сегодняшнюю встречу. Спасибо вам огромное. Я, как всегда, рад с вами поговорить. Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на связи. И до новых встреч в эфире. Пекин готов предоставить площадку для переговоров о мире на Украине. Следует поощрять и поддерживать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем, заявил сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Вань Вэн Бинь. Опубликованный министерством документ полностью отражает приверженность Китая мирному урегулированию. А те эксперты и СМИ из некоторых стран, которые критикуют Пекин, должны задуматься, что они сами сделали для восстановления мира, и кто на самом деле заинтересован в прекращении боевых действий, а кто, наоборот, подливает масло в огонь и стремится к эскалации. Ван Вэн Бинь, официальный представитель МИДа КНР. Ранее сегодня Китай опубликовал план о регулировании конфликта на Украине. В документе 12 пунктов Пекин указал, что диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса. Китай предлагает уважать суверенитет всех стран, соблюдать международные права, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить военные действия. Мирный план КНР оценил директор Института стран Азии Африки МГУ Алексей Маслов. — Честно говоря, за год позиция Китая не изменилась, на мой взгляд, ни на йоту. Вот этот документ, он просто конкретизирует и от заявлений, которые были сделаны. То есть, если пройтись, вот я смотрю сейчас именно по китайскому тексту, и я вижу, что просто дословно по иероглифам все заявления повторяют то, что Китай заявлял и в начале, и в середине, и сегодня. Значит, во-первых, конечно, то, что Китай говорит о том, что мирные переговоры являются единственным жизнеспособным решением для прекращения украинского кризиса. Я прошу прощения, я сходу перевожу, поэтому могут быть какие-то здесь оговорки. И это довольно интересно, потому что Китай изначально говорил, что переговорный процесс является единственной формой завершения любого конфликта, и все вопросы должны решаться только переговорным и мирным путем. То есть, здесь изменено мы не видим. Китай также призывает, что все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, избегать разжигания огня и обострения напряженности, и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже выхода его из-под контроля. Значит, вот это действительно то новое, что есть в заявлении, потому что Китай никогда не говорил о том, что кризис может выйти из-под контроля. Эта риторика началась приблизительно около месяца назад. И, во-первых, Китай называет кризис кризисом. И то, что случилось на Украине для Китая, это не военные действия, это не специальная военная операция. Это кризис. Кризис, который далеко выходит за пределы Европы как таковой, и он может выйти из-под контроля. Что это такое? Ну, во-первых, конечно, это уже наша трактовка. Это, конечно, использование ядерного оружия. Это использование вообще новых видов вооружения. Но и самое главное, то, чего Китай опасается, это перекидывание, перебрасывание кризиса из Европы, из европейской части в азиатскую часть. Потому что Китай здесь очень плотно все увязывает с Тайванем. Потому что есть еще как бы и побочные заявления китайского МИДа, которые подтверждают, что Китай думает о Тайване. Далее Китай призывает все стороны поддержать Россию и Украину в работе в едином направлении и в скорейшем возобновлении прямого диалога. Чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном счете достичь всеобъемлющего прекращения огня. То есть, ну, это стандартная история о том, что Китай говорит, что сначала начинаем переговоры, прекращаем огонь и потом начинаем восстановление. И Китай также говорит о том, что безопасность региона не должна достигаться за счет усиления или расширения военных блоков. Ага, вот это вот, как раз Китай здесь консолидируется с Россией, с российскими заявлениями, что расширение НАТО, потому что никаких других серьезных военных блоков на европейской территории нету. Вот блок не должен расширяться. Но здесь надо понимать, что Китай беспокоится и о том, что намекает сейчас Вашингтон, что хорошо бы укрепить военную безопасность в Восточной Азии, в Юго-Восточной Азии. Там уже есть различные военные блоки, небольшие, но тем не менее абсолютно прозападные, то есть нет, грубо говоря, прокитайского военного блока. Есть блок, в который включена Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, есть совместные учения с Индией этих блоков, но никакого, грубо говоря, прокитайского блока нету. Я напомню, что между Россией и Китаем также нет никакого военного соглашения или военного договора. То есть мы его не создавали. И Китай, конечно, это волнует. Директор Института страны Азии и Африки НГУ, постоянный автор и ведущий программы «Восточная шкатулка» на волнах нашей радиостанции Алексей Маслов. По данным Министерства обороны Российской Федерации, ситуация вокруг Приднестровья обостряется. Киев активизировал подготовку к провокации с торжением вооруженных сил Украины, которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории, говорится в заявлении. Министерство обороны России фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники ВСУ рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях. Кроме того, по данным российского Министерства обороны, участились случаи полетов беспилотников вооруженных сил Украины над территорией Приднестровья. Любые действия, представляющие угрозу безопасности соотечественникам, миротворческому контингенту и военным в Приднестровье, цитата, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию. Конец цитаты. Это заявление уже Министерства иностранных дел Российской Федерации. В нем также говорится, что вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию Киева, если таковая последует. Эксперты напоминают всего о двух километрах от границы Украины в Приднестровском селе Колбасно. Находится крупнейший в Европе арсенал. Это более 20 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов и другого военного оборудования. Оружие из Германской Демократической Республики и Чехословакии. О хранящихся в Колбасне запасах рассказывает военный эксперт Владислав Шурыгин. Эти склады традиционно являлись накопителем для боеприпасов систем, которые в основном с вооружения снимались в трех округах. В Одесском, Прикорпатском и Киевском. Соответственно, туда свозились. Там находятся боеприпасы, в том числе еще Первой мировой войны. Уже в самом начале 90-х, еще до распада СССР, была огромная проблема, как их все утилизировать. С тех пор эта проблема никак не решалась, и на сегодняшний момент склады из себя представляют одну огромную бомбу, которая начинена, и никто не знает, как ее разряжать, потому что за все эти годы так и не смогли ни с кем договориться о том, чтобы начать процесс утилизации. Поэтому нового вооружения там нет от слова совсем. Даже тех боеприпасов, которые Украина могла бы использовать, там тоже нет. Конечно, провокация такая возможна, но какой-либо вожделенной цели для Украины эти склады не представляют точно. Но при любых действиях против этих складов, попытках их захвата или обстрела, может произойти настоящая катастрофа, потому что там находятся несколько десятков тысяч тонн боеприпасов, и такой взрыв это будет помочь и по своей, как локальный ядерный взрыв. Плодислав Шурыгин, военный эксперт. Министерство обороны Российской Федерации ранее предупредили, что реализация планируемой провокации Киева несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту в Приднестровье, поэтому вооруженные силы России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны. Продолжение следует...